Старшая дочка жительницы Красного Пахаря Ольги Коренкол учится в школе на мехзаводе и возвращается домой вечером, когда смеркается. Обычно дорогу от остановки до поселка ребенку приходилось преодолевать в темноте, освещения не было, а родители не всегда могли встретить школьницу. В этом году они смогут вздохнуть с облегчением. В Красном Пахаре по просьбе жителей монтируют новую линию освещения. Она заработает в конце октября. Конечно, мы с Светой очень рады, потому что до этого было очень проблемно. А в зимний период, как раз школьный учебный год, получается, что и утром, и вечером дети постоянно рискуют. В рамках проекта «Умный город» в поселке устанавливают энергоэффективные светодиодные светильники. По информации производителя, такие светильники потребляют меньше энергии и работают дольше, чем натриевые лампы. Такое же освещение провели в крутых ключах. Всего в Самаре за этот год смонтировали 413 светодиодных точек. Специалисты говорят, если светильники в крутых ключах и Красном Пахаре докажут заявленные производителем характеристики, светодиодные точки появятся и в других районах города. Будем отслеживать работу этих светодиодных светильников и менять по мере выхода из строя прежних сетей. Или где вновь будем строить сети уличного освещения, если светодиодные светильники действительно себя зарекомендуют. Еще одно направление по созданию энергоэффективного городского освещения – это работа автоматической системы управления. Все сети контролируются в режиме реального времени оператором. У него есть возможность регулировать яркость освещения, менять режимы, включать или отключать свет в зависимости от времени суток и погодных условий. Также система позволяет контролировать параметры линии освещения, видеть обрыв линии, производить замеры напряжений, констатировать неисправность оборудования. Напомним, Самара стала пилотным городом, где реализуется проект «Умный город». Соглашение об этом подписали в августе Минстроя России, областное правительство и администрация Самары. Осуществляют проект в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Никита Борисов, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События.